И снова здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте братья и сёстры. В данном видео, как я и планировал, мы с вами поговорим о ситуации, складывающейся в Армении. Данную тему я вынужден в неочередной раз буду разделить на несколько составляющих, в связи с многочисленностью ссылок на статьи и видео, которые вы мне прислали. В первой части, в частности, в данной части, которую вы сейчас смотрите, мы с вами поговорим о некоем, я бы сказал, чёрном юморе, в который погружает Армению и армянский народ, армянские радикалы и так называемые правящие круги. Ну что ж, давайте приступим и начнёмте с первой статьи. Вот эта статья. Армянские яйца не для армян. О чём же здесь идёт речь? Здесь идёт речь о том, что во время празднования Пасхи в Армении почему-то резко исчезли с прилавков яйца. А как вы, наверное, знаете, во время празднования данного праздника христиане, среди христиан принято красить яйца, украшать их и вообще совершать над яйцами некие, скажем так, движения. Ну так вот, у наших соседей с данным моментом празднования оказалась глобальная проблема. И вот в частности, что в связи с этим написано в данной статье. Всю статью я зачитывать не буду. Начнёмте со следующего момента. В магазинах Еревана накануне Пасхи не было яиц. А если по счастливой случайности их всё-таки удавалось приобрести, то по цене в 2, а то и в 3 раза дороже, одним словом, по цене – золото. Не дали отметить Пасху. Зачем так повышать цены? Как им не стыдно. Совсем обнаглели. Раньше такого не было. Полное разочарование людей во всём, заметила одна из женщин. Крайне интересно. Тем более всё это осуществляется на фоне тотальной ворозгрома Армении. Как военного, так и политического. То есть, народ, и так терпящий, давайте всё называть своими именами, глобальное бедствие, их ситуацию ещё и ухудшают. Вот, в частности, что ещё было заявлено той же самой женщиной. В момент опроса одного из журналистов. Это саботаж. Все наши производители – провокаторы. Худшая сторона армянского собственника использования ситуации. Сказала она, я не купила яйца и не хочу, потому что всё очень дорого, причём всё подорожало. То есть, не только яйца. Ну что ж, что мне хочется пожелать в связи с этим нашим соседям? Если говорить словами чёрного юмора, то я бы посоветовал держаться за яйца. Они у вас слишком дорогие. Их цена увеличилась, их стоимость и важность увеличилась. Уж простите за такой чёрный сарказм. Но давайте продолжим. Вы думаете, что вот эта еретичность армянства – это превращение Армении и армянского народа в некое подобие юмористического ток-шоу заключалось только на яйцах? Вы тогда глубоко ошибаетесь. Как вы считаете, кем по национальности, по мнению так называемых армянских горе-экспертов является Никита Хрущёв, первый секретарь Советского Союза в постсталинские времена? Ну, конечно же, армянином. Об этом, в частности, заявила достаточно известная в Армении личность, как Наира Заграбян. Та самая Заграбян, которая является условной служанкой Царукяна, олигарх, российско-армянского олигарха. Его ещё любят озвучивать в Армении, как тупой Гого. Не мои слова. Ну, что ж, дорогие друзья, при этом они не просто озвучивают Хрущёва, как армянина, но они предъявляют своеобразную претензию ко всем постсоветским странам, заявляя о том, что если Хрущёв, скажем так, посодействовал решению проблемы с жильём граждан Советского Союза, то и все граждане постсоветского Союза обязаны армянам. Всё это было бы смешно, если бы не было бы так грустно. Не так ли? Интересно, что скажут родственники Хрущёва в отношении этого момента. Это крайне интересно. Не так ли? Ну, что ж, мы с вами не будем останавливаться на этом. Статья достаточно обширная, всю её я зачитывать вам не буду. Мы же с вами перейдёмся к следующей ссылке. Да, дорогие друзья, речь пойдёт об Удинах. О той части удинского народа, которая в момент крайне тяжёлого времени 80-х годов, 1988-89 года, вынуждены были переехать в Армению. Хотя они могли бы этого и не делать. Но страх, который царил тогда на всём постсоветском пространстве, ныне постсоветском, заставлял очень часто народы, когда ещё ничего не происходило, покидать свою землю. Покидать ту землю, где они жили. Но в данном видео армянство явно обратилось к лжеудину. И сейчас вы поймёте, почему я так говорю. Давайте с вами послушаем фрагмент из данного видеоролика. Построено 36 домов, в том числе для Удинах. Вот тот дом принадлежит Удину Славику. Глава общины Подхова знакомит нас с живущими по соседству Удинами и христианами. Вот здесь очень интересный момент. Удинами, христианами. Такое ощущение, как будто бы армяне себя отделяют от христиан. Интересно. Продолжим. В доме гостеприимного Удина повсюду иконы и кресты. Живут, как и все, в селе. Сажают дерево, строят дом, воспитывают поколения. У нас трое детей. Девочки и мальчики здесь выросли. Это так называемый новый дом. Вы видите, в каком ужасном состоянии этот так называемый новый дом. Вы посмотрите, как искажают азербайджанские названия городов. И районов. Я сейчас не буду на этом акцентировать внимание. Там уже нет армян. Какой смысл Удину там жить? Ни свадеб, ни похорон уже провести невозможно. Так. Зачем Удину там жить, если Азербайджан покинули армяне? А при чем здесь Удины? Удины прекрасно празднуют свои праздники. Прекраснейшим образом проводят христианские обряды. Удины возвращают свои храмы в Карабахи. Поэтому это явный армянин, который и строит из себя Удина. Я хочу напомнить данному Удину, если он услышит данное видео, хотелось бы, чтобы он услышал. Один исторический момент. А кто уничтожил его веру? Кто уничтожил удинский католикосад? Знает ли он историю своей церкви? Если он так рукоплещет армянам, видимо, нет. А значит, он и не Удин. Это так, черный юмор. Исходящий от армян в попытки ввести людей в заблуждение. Но давайте пойдемте еще чуть дальше. И вот здесь, сейчас перед вашими глазами, маленький мальчик, который, оказывается, мечтает стать так называемым в кавычках героем Карабаха наподобие Командоса. Шести-семилетний мальчик. Мечтает, то есть, воевать с турком. Ну, армянский радикал уже так озвучивает азербайджанцев. Он не говорит, что он собирается оборонять Армению. Ведь Командос не оборонял Армению. Он воевал в Карабахе, на территории Азербайджана, то есть. Вы вдумайтесь, чему учат детей с пяти-шести лет? Когда, если это не черный юмор, тогда что же это? Шестилетний мальчик мечтает стать Командосом. Знаете, я хочу, условно, в кавычках, поблагодарить Ил Памзар, хотя она крайне армянская радикалка, за то, что она порой раскрывает армянскую ложь. В частности, она в свое время раскрыла ту ложь, когда армяне говорили, что за них никто не воевал в Карабахе. Она четко указала в одной из своих публикаций в участии вооруженных сил Греции на стороне Армении в начале девяностых. Да, она также указала, что за то, что данных греческих солдат вывел из окружения Кочериан, он получил даже медаль от Греции. То есть, указала четкую связь. Я не буду запускать данный видеоролик, но когда азербайджанская сторона говорит о том, что с самого раннего возраста в Армении учат детей ненавидеть тюрков, турков, азербайджанцев, эта сцена, это маленький ролик, свидетельствует именно об этом. Ведь, опять-таки, Командос не воевал, защищая территорию Армении. Он воевал на азербайджанской территории, участвовал в оккупации азербайджанских земель. И мальчик мечтает, то есть, уже заведомо мечтает стать оккупантом. Ну, а мы давайте продолжим и перейдемте к следующему видео. Да, дорогие друзья, некоторые уже понимают, о ком идет речь. Это крайне армянский радикал-блогер. Он решил выставить ролик внеочередной. Нет, я не буду сейчас говорить о его высказываниях в продвижении интересов так называемого, в кавычках, Арцаха. Человек так, видимо, и не привык после поражения вооруженных сил Армении называть эту землю так, как соответствует ее называть с точки зрения как исторических факторов, так и, назовем так, официальных документов. Но не будем об этом. Меня здесь заинтересовал другой момент. Давайте послушаем, и вы сейчас поймете, о чем идет речь. Очень интересный момент. Ильхан Алиев наградил свата Эрдогана Сельчука Байрактара за Байрактары. Давайте остановимся. Что же здесь смешного? Ну, прежде всего, смешно было то, что данный армянский блогер решил подтвердить высказывания армянской стороны, обращая внимание на высказывания США, зная, какие отношения у США с Турцией. Это уже было бы смешно. Но этого мало. Он почему-то умолчал о тех поставках, незаконных поставках. То есть, это не было купленное оружие, не было официальных документов о поставках этого оружия со стороны России в Армении. В частности, из киндеров. Но если ты говоришь А, то говори и Б. Не так ли? Смешно. Смешно. Маленький фрагмент, но, на мой взгляд, очень смешной. Что касается посмеяться над армянскими экспертами. В кавычках. Переходим к еще одному, но и в данном случае статье. В Ереване женщины устроили акцию за отставку Пашиняна. Но, видимо, неспроста подорожал лиценный на яйца в Армении. Если женщины вышли на митинг вместо мужчин. И смех, и грех. А может быть это... Я боюсь, что эти редкие яйца, это как раз-таки после определенной операции. По перемене пола. Может быть, это те же самые люди вышли. Потому что требуя отставки Пашиняна, эти люди, эти женщины, они подиволе выходят, требуют продолжения кровавого банкета. Неужели женщинам так охота одеть черное платье? Потеряв своих мужей, детей, отцов. Поэтому это черный юмор. Ко всем, кто призывает к войне, я не могу относиться без соответствующей реакции. Пускай даже она достаточно в грубой форме будет выражаться. Хватает войны. Вы уже потерпели фиаско. Следующая ставка, это уже будет территория Армении. Ну, давайте пойдемте дальше. Открытые письма. Закончить данное видео, которое я бы охарактеризовал как все-таки юмористическое, хотя с нотками черного юмора, я бы хотел закончить открытым письмом, которое сделал один представитель армянства, обращаясь к президенту Азербайджана. Давайте послушаем и ответим на данное заявление. Давайте послушаем. Открытое письмо. Ильхаму Алиеву. Я, гражданин республики Армении Нарек Арутюнян, обращаюсь с открытым письмом к президенту Азербайджана, Ильхаму Алиеву. Ильхам Алиев, прежде всего хочу поразмышлять о вашем поведении, которое совершенно не подходит президенту. Не следует высмеивать народ, находящийся в трауре и печали. И не следует воспринимать любую возможность высмеивания как должное. Это поведение недостойное лидера. Так, на протяжении 30 лет армянство глумилось над нашими властями, оскорбляло нашего президента. При этом это было неодноразово озвучено даже со стороны армянских властей. То есть, эта черта, исходящая от армян, была правильной. А вот Азербайджан не имеет права, восстановив свою целостность. Уже интересно. Когда армяне превращали мечети в стоянку для скота, это было нормально. Когда был уничтожен памятник на таван поэтессы, не военного лидера, она никогда не призывала к войне против кого-то. Это была норма. А вот Азербайджан не имеет права. Я даже сейчас не вспоминаю предыдущие, более древние времена, когда армяне уничтожили Эреванскую крепость. Это тоже, видимо, было правильно с точки зрения данного армянина. Уничтожение Удинского католикасата это тоже было правильно? Данный список мне продолжить? То есть, это тоже черный юмор. Когда попадая в паническое настроение, армяне не знают уже, как ответить азербайджанской стороне. Это черный юмор. 30 лет вы говорили о том, что у Азербайджана не хватает смелости освободить свои земли. 30 лет вы говорили, бросая камень в адрес даже президента Азербайджана, что он не посмеет. Так как же ему на это реагировать сейчас, когда он не просто посмел, а когда он освободил? Давайте продолжим. Ильхам Алиев. Так как некоторые наши чиновники и некоторые силы, называющие себя оппозицией, ведут внутриполитическую жизнь, борьбу за власть и не успевают ответить на ваши насмешки и оскорбления. Я рядовой гражданин. Решил ответить вам. Когда вы заявляете, Армении не нужна армия. Может вам не нужна армия, поскольку вы решаете свои проблемы по-другому. То, что касается именно вашей армии. Большинство из тех, кого стараются обрисовать как сирийских боевиков, почему-то оказываются курдами с той же самой Сирией, но на стороне армян. Как тот самый усатый, которого вы только что успели заметить. Так. Они вспомнили об июльской войне. Я хочу напомнить кое-что. Четырехдневная война. Минные поля. Вооруженные силы Азербайджана находились в низовьях. Армяне занимали все высотки. При этом, как уже известно, армяне заминировали весь Карабах. Практически армяне Карабаха существовали на одной сплошной мине. И армянин старается хоть как-то оправдать поражение, да не получится оправдать. Вы пораженцы. И пораженцами вас сделали ваши же радикалы, которым, кстати, он тоже отнесся с таким сарказмом, что, мол, что те, что другие, грызутся за власть. А ведь те другие, Кочарян, Серстоксян, так называемые герои, так называемой войны в Карабахе. Что же он так о них нелицеприятно намекает? Ну что ж, дорогие друзья, данное видео с черным юмором, касающегося армянства и Армении в целом, я заканчиваю. В следующем видео мы продолжим говорить о ситуации в Армении. Кстати, ссылку на ролик, в котором я говорил о той самой статье, которая написала проармянская личность в кавычках личность Илпанзер я обязательно прикреплю к данному видео. В самом конце у вас появится значок. Ну что ж, на этом я заканчиваю, хотя, скорее всего, этот значок уже вы видите на своем экране. Всем до свидания, всем пока, всегда ваш Сеидов Кямран. До свидания. До свидания.